Возвращаясь к этому году, как понимаю, можем освоить порядка 75 миллионов рублей. На чем сконцентрируется область в 2021? Ну, в первую очередь, это будут направлены финансовые средства на начатые объекты уже в 2020 году. Значит, это такие объекты, как школа в 96 микрорайоне. Это реконструкция оперблока по улице Ильича в городе Гомеле. В 104 микрорайоне там встроенное помещение под детскую поликлинику. Ну и наше БСМП, которое вот только что мы посмотрели репортаж. Это стереотипное мнение, что большая часть средства уходит на областной центр. Регионы обделены вниманием не будут? Ни в коем случае. Самое именование инвестиционной программы Гомельской области, она включает в себя и регионы. И все регионы Гомельской области. И я хочу сказать, что даже, наверное, большее количество объектов, которые будут именно в регионах Гомельской области, это такие объекты, как памятник архитектуре 18 века в населенном пункте Юрьевича Калинковичского района. Это как, значит, в Светлогорске получается продолжение строительства. Там на сегодняшний день запланирована окончательная корректировка проектно-сметной документации. И если будет финансирование, то и Ледовый дворец. Именно в городе Светлогорск. Значит, в городе Жлобин. Тоже объект, который начинался, значит, ранее по распоряжению главы государства. И сегодня он тоже в этот год запланирован будет продолжаться. Это, значит, название объекта расширения физикультурно-здравительного центра в городе Жлобин. Там, получается, идет тренировочная ледовая площадка. На целях военно-исторического комплекса будет партизанская Криничка. Это тоже будет, значит, в Гомельском районе. Ну и ряд других объектов, которые традиционно строятся ежегодно. Это объекты жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, мелиорация. В продолжение разговора о Мозырском районе отмечу, что в 19-20-м годах там реализовывалась программа ускоренного развития. Город Мозырь попал в перечень городов, у которых численность более 80 тысяч, таких у нас в республике 11, и в каждом из них реализовывалась соответствующая программа. Объем средств, который был вложен в этот двухлетний период на развитие как промышленного потенциала, строительного комплекса и всей социальной сферы, приводили немало примеров объектов социальной инфраструктуры, более 1 миллиарда рублей. И действительно, я думаю, что кто был в Мозыре в последние несколько лет, ловил себя на мысль, что проезжая по некоторым улицам, совершенно сложно найти отличия от областного центра. Действительно, город поменялся. Как обстоит ситуация с темпами возведения жилья? В 2020 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 60 тысяч 200 метров квадратных жилых домов. Это 24 тысячи метров квадратных индивидуальных жилых домов, которые люди строили хозяйственным способом за счет собственных средств, и 36 тысяч многоквартирных жилых домов. Как правило, порядка 35% застройщиков строили квартиры с учетом господдержки в рамках указа номер 13 и указа номер 240 президента Республики Беларусь. А 65% граждан строили квартиры за счет собственных средств и кредитов банка на общих основаниях. Возведение жилья напрямую связано с доходами населения. Как в этом плане область по темпам роста выглядит на фоне других регионов? Хотелось бы сказать в целом, в принципе, все регионы в республике выполнили доведенное задание за исключением Витебской области. Что касается Гомельской области, то в прошлом году было выполнено 494 тысячи метров квадратных жилья, а годовое задание составляло 485. То есть темп роста 102%. Как мы выглядим среди областей, то впереди нас только среди областей. Это Минская и Брестская области. Что достаточно высокий уровень и темп развития в этом направлении? На этот год у нас стоит задача порядка 500 тысяч выполнить метров квадратных. Как объяснить тот факт, что квадратный метр в Петрикове стоит практически столько же, как более-менее усредненный в Гомеле? На этот год в Петрикове запланировано порядка 10 жилых домов. Заказчиком является ООО «Белая Русь Калий». Он потом в дальнейшем будет распределять это количество квартир среди своих работников. Вот. Значит, там, получается, уже идет улучшенная отделка, что уже увеличивает стоимость метра квадратного. То есть не самая скромная домашняя строится в Петрикове. Не самая скромная дома, да. И плюс еще, значит, в стоимость метра квадратного выходят внутриплощадочные сети, благоустройство. Это тоже все ложится на стоимость метра квадратного. Если, как вы говорите, сравнивать стоимость, получается, в Гомеле, допустим, мы строим высотные дома. Ну, к примеру, количество там 120 квартир, да. И распределить все вот эти вот затраты на 120 квартир. А в Петрикове строятся пятиэтажные дома. И тоже все эти затраты распределить на, допустим, на 40 квартир. И вот оно так и получается в разнице. Ну, конечно, зависит все от конструктива. Если, допустим, в малых городах это мелкоштучные дома, то, в принципе, как в городе, мы традиционно строим крупнопанельное жилье. Еще одно направление для разговора – дорожная инфраструктура. Ей тоже в программе «Сильные регионы» уделено достаточно много внимания. Какие задачи ставите перед собой в этом году? В рамках реализации государственной программы «Дороги Белоруссии» на 2021-2025 годы, на 2021 год запланировано практически 300 километров разных видов ремонта. Текущий, капитальный ремонт. Если разделить среди местных и республиканских дорог, то местные дороги – это где-то порядка 197 километров. И вот порядка 104 километров – это, получается, республиканские дороги. Плюс, значит, запланирован капитальный ремонт пяти мостов. Два из них уже с вводом в 2021 году, они переходящие объекты. На три уйдет разработка проектно-сметной документации.